Все друзья, родственники, мамы, плачут от радости или от горя, не знаю, но почему так начавшееся красивое, красивым торжеством жизнь превращается в печальную картину? Почему то, что так красиво начиналось, иногда заканчивается так трагично? Почему, как на свадьбе кричат горько, так порой потом, к сожалению, горько и живут? Это серьезные вещи, которые касаются всех нас, и никто от этого не застрахован. Если кто-то думает, что его семья обязательно избежит подобных проблем, он заблуждается, потому что никто от этого не застрахован, и мы попробуем найти хоть что-нибудь, какую-то страховку для подобных проблем. Итак, почему, мы сказали очень много почему, почему, почему то, почему это, когда же мы начнем отвечать на эти вопросы? Почему действительно семья, которая чаще всего начинается очень красиво и хорошо, когда двое любят друг друга и ухаживают друг за другом, делают друг другу какие-то приятные вещи, впоследствии становится очень печальным явлением? Здесь много причин, мы, может быть, в рамках нашей программы не сможем осветить все причины, может быть, это нужно будет сделать в личном порядке, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы сможете с ними обратиться после или по окончанию нашей лекции. Но много причин действительно, но мне хочется обозначить одну из наиболее распространенных причин, почему семья не всегда сохраняется счастливой. Сохраняется счастливой. Одна из причин это невежество, невежество, непросвещенность человека, когда он вступает в брак. Лишь немногие люди, вступающие в брак, на сегодняшний день в нашей стране получают серьезное образование или получают серьезное знание о том, как строить семейные отношения. Вот это здание, в котором мы сейчас находимся, оно было кем-то спроектировано, оно было кем-то построено. И для того, чтобы построить это здание, нужно было немало усилий, средств и нужны были специалисты, которые бы могли это построить. Вы согласны? Вот это здание и, впрочем, любое другое, которое мы видим, не мог прийти просто какой-то человек и кирпич на кирпич сложить, и получился бы дом. Так не бывает. Для того, чтобы построить дом, нужен специалист, а специалист появляется лишь тогда, когда человек многие годы усиленно и трудно, что делает? Учится. Чтобы построить этот дом, нужно быть архитектором или инженером-строителем, или каменщиком, который тоже должен, человек должен этому мастерству учиться. Неужели вы думаете, что построить этот дом сложнее, нет, легче, чем построить свои семейные отношения? Я не думаю, что этот дом построить легче, чем устроить свою семью счастливой. Правда? Так почему же для того, чтобы строить дома, люди учатся и много лет, а для того, чтобы строить свое семейное счастье, никто практически этому не учится? Если из вас здесь есть люди, которые перед тем, как создать брак, прошли какое-то образование, поднимите, пожалуйста, руку. Кто из вас, когда вы женились или выходили замуж, учился, как быть мужем, женой? Вот я вижу только одну руку. И это замечательно, что есть такие люди, но это печально, что таких людей мало. Почему? Потому что чаще всего, когда люди вступают в брак, они не задумываются, а знают ли они о том, что значит быть мужем, что значит быть женой, что значит быть зятем, что значит быть тещей, тестем, невесткой. Правда? Кто знает, что значит быть тещей? Что значит быть тещей или тестем? Кто? Кто знает об этом? Что это такое? А ведь тещей нужно уметь быть, потому что сегодня о тещи слагают легенды или анекдоты, извините меня, да, потому что о тещи сегодня многие говорят и не всегда хорошие, потому что теща это не последний человек в семье, но все ли тещи могут быть тещами, это очень важный вопрос. Кто сегодня учит молодых людей жить в семье, быть мужем или женой? Государство, к сожалению, не занимается этой проблемой и в школах или в институтах сегодня молодежь не учат, как быть мужем, как быть женой. Есть какие-то предметы на эту тему, но разве это обучение? Разве это серьезно? Чаще всего это так, только бы был этот предмет, а по-настоящему этому никто не учит, и это есть серьезная проблема. Раньше, в прошлом столетии, к примеру, или скажем 50 лет назад, родители хоть как-то учили своих детей. Отец учил сына, каким он должен быть отцом или мужем, мать учила дочь. Раньше было так, что молодые, прежде чем создать семью, шли к родителям и что делали? Они просили благословения. Сегодня никто почти этого не делает. Сегодня уже почти никто не прислушивается к советам своих родителей, когда вступают в брак. А ведь все-таки было что-то в этом ценное, когда молодые приходили и просили благословения у родителей. И это было очень важно, потому что благословляющие родители брали на себя ответственность за то, что хотя бы они не будут вмешиваться в семью своих детей. А ведь из-за вмешательства родителей немало семей распадается. Не так ли? Кто сегодня занимается образованием в этом вопросе? Родители не учат уже не то время, государство не учит. Я скажу вам, кто учит. Улица учит наших детей, нашу молодежь, как жить в браке. И это серьезная проблема, потому что когда молодая девушка вышла замуж и столкнулась с первыми проблемами в своей семье, она побежала к подружке, к своей, которая третий раз замужем уже. И приходит к ней и начинает плакаться. Вот ты представляешь, что он меня сегодня обидел, я не знаю, что делать. И эта подружка, которая третий раз замужем, она, потирая руки, с удовольствием говорит, а я тебе расскажу, что делать. Нетрудно догадаться, чем закончится подобное наставление. Как вы думаете, чем оно закончится? Если она третий раз замужем, она даст нормальный совет своей более молодой, юной и неопытной подруге? Навряд ли. Вот поэтому невежество, незнание, как жить в браке, является одной из серьезных проблем, которые мешают людям жить в браке счастливым. Нужно уметь или нужно знать, что значит быть мужем, нужно знать, что значит быть женой, нужно знать, что значит быть тещей. И это очень важно. Если у вас ваши дети уже выросли и создали свою семью, научитесь, что значит быть тещей, что значит быть тестью. Это поможет вашим детям быть счастливыми. Итак, что же такое брак? Каждый человек на этот вопрос, наверное, ответит по-своему. Но практически все люди, которые вступают в брак, обманывают сами себя одной очень сладкой и такой привлекательной мыслью. Когда молодые вступают в брак, они, конечно, уже до этого, наверное, видели отрицательные примеры, хотя бы в жизни их собственных родителей, потому что в семьях родителей тоже они видели не все гладко. И они думают, когда вступают в брак, что в их семье будет только все хорошо. Они не задумываются о том, зачем они создают семью и что значит быть мужем или женой. Они обманывают и тешат себя мыслью, что в их семье не будет так, как в семье их папы и мамы, или как в семье их товарищей или подруги. В их семье будет только самое прекрасное, потому что они же так любят друг друга и будут стараться сделать все для того, чтобы их семья была счастливой. Конечно же, они не обманывают своего супруга или супругу, невесту или жениха, когда так говорят, но они обманывают самих себя, потому что они еще не знают, с чем они столкнутся в будущем. И вместо того, чтобы вот так размышлять, лучше бы все-таки серьезно ответить себе на вопрос, что такое семья. Как вам нравится этот слайд? Интересный? Так что же такое семья? Может быть семья это место, где люди борются за свои права? Семья это или супруги это союзники или соперники? Может быть в семье кто сильнее, кто умнее, кто изворотливее и хитрее, тот и прав? Что такое семья? Это противостояние или это вечный союз? Должно ли быть так, чтобы в семье люди боролись за свои права? Муж говорит, стукнул кулаком по столу, говорит, вот как я сказал, так и будет. А жена думает, да-да, будет, будет так, как я скажу. Должно ли быть так, чтобы в семьях люди боролись за свои права или пытались выяснить, кто в доме хозяин? Конечно же нет, потому что подобные вопросы должны были найти свои ответы еще до того, как они создали семью. Более того, если мы обратимся к Библии, к Священному Писанию, то права и обязанности, роли мужа и жены очень четко описаны. И когда люди вступают в брак, они уже должны будут договориться о том, кто из них кто в семье. Семья не должна быть борьбой без правил за свои права. Вы можете отстаивать свои права где угодно, на работе, в банке, если вас обманывают. Вы можете отстаивать свои права на улице, в государстве, где угодно. Мы должны отстаивать свои права, потому что мы граждане этого государства. Но семья – это не место, где люди борются за свои права. Это место совершенно для других целей. И вот мы с вами добрались до момента, когда пришло время сказать, что же такое брак. И вот это определение, оно может быть несколько пространно, но оно очень точно отражает цель и суть семьи. Потому что брак – это союз мужчины и женщины для достижения духовного единения и обретения счастья в проявлении взаимной любви. Я еще раз его прочитаю, потому что это определение является ключевым в вопросе семьи и брака. И тот человек, который его не знает, вряд ли когда-нибудь сможет быть вполне счастлив в своей семье. Брак – это союз мужчины и женщины для достижения духовного единения и обретения счастья в проявлении взаимной любви. Брак – это союз, а не противоборство или противостояние. В этом определении мы можем увидеть две цели, две основные цели для создания семьи. Какая первая? Брак – это союз для достижения духовного единения. Что такое духовное единение? Духовное единение – это когда два человека становятся родными. Ранее они были чужими, но благодаря семейным узам, благодаря общению между собой, они становятся родными. Ранее они становятся близкими душой, когда они могут говорить друг с другом о самых разных темах, об очень личностных вопросах своей души, своего характера. Это когда они не прячутся друг от друга. Вы знаете, что все мы с вами мастера притворства. Мы с вами на людях в обществе обязательно носим маски. Потому что каждый человек в обществе хочет показаться перед людьми лучше, чем он есть на самом деле. И даже здесь, вот в этом зале сидя, мы с вами все равно несем какую-то маску. Мы прячемся от других, чтобы они лучше о нас думали, чем мы есть на самом деле. Но семья – это место, где все маски снимаются рано или поздно. И человек предстает таким, какой он есть на самом деле. Духовное единение – это когда два человека раскрывают свое, извините меня за это выражение, нутро. Что там есть, что там в потаенных уголках твоей души. Когда они не боятся говорить друг с другом на эту тему. Когда они готовы вывернуть свою душу наизнанку, свое содержимое, суть своего характера, своей личности. Наизнанку для того, чтобы показать это своему близкому человеку. И при этом не боятся, что его запинают ногами за то, что вот он такой. И при этом он надеется на то, что даже несмотря на то, что вот он такой, его примут, поймут. Примут таким, какой он есть. Вот это духовное единение. Без этого семья не может быть семьей. Без этого союз мужчины и женщины превращается просто лишь в сожительство двух людей противоположного пола. Как много людей сегодня имеют печать в паспорте, что они женаты, что у них есть муж и жена, но приходя домой, они живут как чужие люди. И это серьезная проблема. Вторая цель, обратите внимание на слово проявление любви. Вторая цель брака в том, чтобы люди обрели счастье, но не в потреблении любви. Когда молодая невеста выходит замуж, она грезит хорошей мыслью, что муж ее будет ее любить и носить ее на руках, и от этого она будет счастлива. Да, от этого она будет счастлива, но счастье быстрее приходит не в потреблении любви, а в ее проявлении. Потому что любовь есть там, где ее проявляют. И это совершенно бесспорный факт. К этому слову проявления мы еще будем возвращаться неоднократно на протяжении нашей программы, потому что мы хотим показать, что проявление любви делает человека куда более счастливым, чем потребление этой любви. И многие люди в семейной жизни иногда достигают такого момента, когда они вдруг почему-то начинают считать, что любовь прошла. Они смотрят друг на друга и говорят, я тебя больше не люблю, любви не осталось. Но на самом деле, если бы они знали хоть что-то о любви, они бы никогда так не сказали. Потому что любовь никогда не перестает, она не пропадает, она меняется. И вот об этих метаморфозах любви, когда любовь меняет свое проявление, мы и будем говорить на нашей программе. Люди этого не знают, и они могут не узнать об этом, если не придут на нашу программу. Любовь не проходит, она меняется. И об этих изменениях нужно знать. И статистика, и психологи семейные говорят о том, что в семейной жизни есть несколько опасных периодов. Это третий год совместной жизни, это шестой, седьмой год совместной жизни, это двенадцатый, тринадцатый год совместной жизни и семнадцатый, восемнадцатый год совместной жизни. Вот эти периоды совместной жизни являются очень опасными. Почему? Потому что именно в этих периодах происходит метаморфоза, изменение любви. А люди, не понимая этого, думают, что она проходит и многие семейные пары именно в эти периоды распадаются и приходят к разводу. Мы с вами расскажем об этих всех проблемах, об этих изменениях и спасем многие семьи, те, которые услышат об этой очень важной информации. Хочу привести вам пример семьи или семейных отношений Льва Толстого. Лев Толстой это достояние нашей литературы, русской литературы. И Лев Толстой был очень удивительным человеком не только в писательской деятельности. Лев Толстой имел семью. И первое время семья Льва Толстого была чем-то удивительным и прекрасным. Потому что то, как он и его супруга относились друг к другу, этому даже завидовали многие люди. И вот историки говорят о том, что ни один брак не развивался более благоприятно, чем брак графа Толстого. В начальные годы совместной жизни семья Льва Толстого была чем-то необыкновенным в то время. Потому что они очень любили друг друга и они очень ухаживали друг за другом. И это было действительно что-то невероятное. Но вторая половина, если так можно сказать, вторая половина семейной жизни этого человека была совершенно противоположна первой. Его семья из счастливой превратилась в сущий ад. И нужно сказать о том, что большую часть своей жизни Лев Толстой терпел издевательства со стороны его жены. Его жена была очень непростым человеком, но Лев Толстой был терпеливым. И вот когда Льву Толстому было 82 года, не выдержав более трагедии своей семейной жизни, в снежную октябрьскую ночь 1910 года он бежит из дома в холод, в тьму, не зная, куда идет. Через 11 дней после этого он умер от воспаления легких. То, что так хорошо началось, закончилось печально. Причиной смерти гениального писателя были его семейные проблемы. Даже в этом возрасте семейные сложности продолжали ранить душу этого человека. Трагедия семьи Льва Толстого повторяется сегодня каждый день в наших с вами домах. И с этим нужно что-то делать. И есть несколько разрушительных сил в этом мире, которые способны разрушать семью. И вы можете их искать очень далеко и думать, что эти разрушительные силы какие-то необыкновенные, необычайные. Но на самом деле я выписал одну цитату из одной интересной книги, связанной с семейной проблематикой. И вот что в этой цитате было написано. Знаете, что разрушает сегодня наши семьи? Вот. Силы, которые разрушают мужа, мужчину в семье. Этой силой, как ни странно, никто не может сделать из этой доли в том, чтобы охладить надеждой и стремлением мужчины парализовать его силы и разрушить его доброе влияние и перспективы, как его собственная жена. Вот парадокс. Не надо думать, что наши семьи разрушают кто-то там, какой-то дядя. Разрушительные силы в семье, вот какие. Никто не может сделать из этой доли в том, чтобы охладить надеждой и стремлением мужчины парализовать его силы, разрушить его доброе влияние и перспективы, как его собственная жена. Обратите внимание на эту фразу. Никто, никто не может этого сделать. Не теща. Многие мужья жалуются, вот это теща. Вот если бы не она, да вот и пятая, и десятая, если бы не теща, все бы было хорошо. Но никто не может разрушить мужчину так, как его собственная жена. Ни теща, ни компания с ее отрицательным влиянием, ни работа с ее занятостью и затрачиванием сил, которые мужчина тратит на нее. Ничто и никто не может разрушать мужчину так, как это способна сделать его собственная жена. И тут, конечно, наверное, мужчины, присутствующие в зале, могут согласиться. Да, это так. А я же тебе всегда говорил, что это ты во всем виновата. Но чтобы мужчины недолго радовались, я покажу еще один слайд. И еще есть одна сила, разрушающая семью. И это уже сила, которая разрушает женщину. Знаете, что более всего в семье разрушает женщину, жену? Никто не может так умело разрушить счастье жены или женщины, делая ее жизнь невыносимой, как ее собственный муж. Потому что вот этот парадокс, когда люди создают семью для того, чтобы любить друг друга, в результате становятся друг для друга самой разрушительной силой. Они направляют свою энергию и свои силы не на созидание друг друга, а на разрушение друг друга. И об этом всегда нужно помнить. Нужно помнить о том, что мужчина способен разрушать свою жену и свою семью с таким же успехом, как и сама жена, но более качественно. Знаете почему? Потому что при всем уважении к женщинам, все-таки мужчине дано больше разума. Или как это? Мужчина умнее, наверное. А если он умнее, то вы знаете, что бывает так, что женщина на эмоциях наговорит целую кучу мужу, и это ему как бы неприятно. И он может это запомнить, закусить, что называется, и продумав как, он может нанести женщине такой удар, от которой будет очень больно. Действительно, мужчина, поскольку умнее, не обижайте женщины, хотя это вопрос спорный, ну ладно. Но тем не менее он может это сделать гораздо качественнее. Итак, сегодня ситуация складывается в том, что многие семьи живут не очень хорошо. Во многих семьях есть проблемы. И мы сегодня хотим предложить несколько вариантов выхода. Правильных и неправильных. Есть много способов решения семейных проблем, которые нельзя назвать правильными. Какая самая распространенная, распространенный путь решения проблем мы наблюдаем сегодня в обществе. Когда муж и жена больше не могут договориться, когда они уже не знают, что делать дальше. Какой путь они избирают чаще всего? Они избирают путь развода. Я вначале сказал, что две тысячи семей распадается ежедневно. Но в последнее время стало наблюдаться, статистика говорит, что стало наблюдаться некое снижение разводов в нашей стране. Снижается, количество разводов снижается. Но, казалось бы, радоваться надо, что снижается количество разводов. Но на самом деле статистика не отражает истинного положения дел. Количество разводов снижается не потому, что люди стали меньше разводиться. Они стали меньше жениться, создавать семью официально. Сегодня гражданский брак – это явление, которое улучшает статистику, но не улучшает положение дел. Ведь гражданский брак сам по себе – это мина замедленного действия. Почему? Потому что, как вы думаете, почему два человека, муж и жена, мужчина и женщина создают семью, живут под одной крышей, рождают детей, но не идут регистрировать свои отношения в ЗАГС? Почему они не создают законный брак? Как вы думаете? Каковы сегодня причины, по которым люди не создают законный брак, а создают гражданский брак? Кто-то говорит финансовый, кто-то так. А на самом-то деле здесь есть одна основная причина – это страх. Люди не создают официального брака, потому что они думают, а вдруг у нас что? Не сложится, а вдруг у нас не получится? Мы просто тихо, мирно разойдемся. Но, извините меня, семья – это не поле для экспериментов. Получится, не получится. Получится или не получится, надо думать до того, как люди начинают жить. Надо все взвешивать и обдумывать. Не надо экспериментировать. Получится, не получится. А кто-то говорит, ну что там подумаешь, мне не нужна печать в паспорте, мне нужно, чтобы это было по-настоящему. Печать в паспорте – это пустяк. Так если пустяк, пойди поставь ее. Почему не ставишь? Потому что люди, живя в гражданском браке, они закладывают под свои отношения бомбу, которая сработает в свое время. Потому что гражданский брак – это, с одной стороны, совместная жизнь, но, с другой стороны, это недоверие. Это ожидание, когда наступит то, из-за чего они не поставили печать в паспорте. Гражданский брак – это что-то уродливое в нашем обществе, которого раньше не было и быть не должно. Но, если говорить о разводе, является ли развод по-настоящему решением проблемы семейных отношений? Развод никогда не был решением проблемы. Развод – это бегство от проблемы. Если человек думает, что он разводом решит свои проблемы в семье, если он думает, что разводом он избавится от чего-то плохого в своей жизни, он серьезно заблуждается. В свое время мне довелось сконсультировать одну семейную пару. Я занимаюсь консультированием очень много лет в семейных вопросах. И как-то мне довелось сконсультировать одну семейную пару, которая стояла на грани развода. Это был горький опыт для меня самого, потому что мне не удалось сохранить эту семью от развода. Они все-таки развелись. Хотя было немало очень положительных эпизодов. И вот я как-то консультировал эту семью, которая все-таки распалась. И когда я разговаривал с женой, женщиной из этой семьи, она со слезами говорила, все, я больше не могу, он тот такой-сякой, я подаю на развод, а у него на руках семимесячный ребенок. И вот она говорит, что мы все решили, нам не быть вдвоем, мы не хотим, это все. И когда она говорила это, я-то понимал, что эти слова она говорит по какой причине? Потому что больно ей, потому что может быть ей нанесены какие-то раны. Она говорит, я не хочу больше выходить замуж, я с ним сейчас разведусь, я уже наелась семейной жизнью по горло, у меня теперь есть дочь, у меня есть для чего и для кого жить, я буду жить ради своей дочери, буду ее воспитывать, буду растить одна, все будет нормально. Мне больше никто не нужен. Такими мыслями она себя утешала, она думала, что вот так и будет на самом деле. Но я-то понимал, что боль пройдет, когда они расстанутся, боль через какое-то время все равно пройдет. Она как маломальски придет в себя, и чего она будет снова желать? И впрочем, не только она, а все люди, которые идут на развод, когда они расстаются со своими супругами, они думают, что они больше не будут ничего подобного иметь, но все равно человек-то не может оставаться один. Человеку не свойственно оставаться одному. И разрушив одну семью, человек будет стремиться создать другую рано или поздно. Потому что одному оставаться никому не хочется. И эта женщина тоже, которая говорила, что ей никто не нужен, она все равно через время будет искать себе новые отношения, новую семью. Развод никогда не был решением проблемы семейных отношений, но это было бегством от проблемы, потому что разрушив одну семью и создав другую, где гарантия, что в новой семье человек не встретится с подобными проблемами, которые разрушили его предыдущую семью. Как вы думаете? Одна женщина как-то сказала такие слова. Она была третий раз в браке, и она сказала так. Если бы я для сохранения своей первой семьи прикладывала столько сил, сколько прикладываю для сохранения третьей своей семьи, я бы никогда не развелась. Вот она, где мудрость. Когда человек прошел через многие беды, и только теперь он начинает понимать, что если бы он прикладывал силы для сохранения своей первой семьи, он бы никогда не развелся. Развод не может быть и никогда не был решением проблемы. И в Священном Писании об этом четко сказано. Господь Бог против разводов, ибо написано, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Первый выход из семейного кризиса. Развод – это путь непоправимой трагедии. Развод – это путь непоправимой трагедии. Он никогда не был решением проблемы. И если, может быть, сегодня в ваших мыслях возникает это желание развестись, или в вашей голове появляются мысли о разводе, сами гоните их из своей головы. И другим скажите то же самое, другим семейным парам. Потому что если в голове появляется, однажды появляется мысль о разводе, и если эту мысль не гнать от себя, она станет навязчивой. Знаете, почему сегодня многие люди развелись? Потому что однажды они об этом подумали, они однажды об этом задумались. И если человек задумывается о разводе и не гонит от себя эту мысль, и если он не прилагает сил для того, чтобы сохранить семью, то эта мысль о разводе станет навязчивой, и рано или поздно человек может реализовать то, о чем думает. Мысль о разводе, к сожалению, для многих людей становится навязчивой. И ее нужно изгнать из своего сердца, из своей мысли, из своей головы. Потому что развод никогда не был решением проблемы и никогда не будет. Второй выход из семейного ада, если так можно сказать, или семейного кризиса, это, как говорят ученые или психологи, это так называемый брак-ярмо. Что такое брак-ярмо? Брак-ярмо – это когда два человека остаются вместе, потому что они не в силах развестись. Но если бы у них была возможность развестись, они бы это сделали. Но они не могут развестись в силу каких-то материальных проблем. У них одна квартира на двоих, разделить ее никак нельзя, и поэтому они не могут развестись, им негде жить. Но если бы у них была такая возможность, они бы не оставались вместе. Или другие люди остаются вместе, потому что у них уже есть дети, и ради детей, они не хотят, чтобы их дети были без отца или без матери, и ради детей они остаются вместе. Но этот брак, когда людям хотели бы развестись, но они не могут этого сделать по определенным причинам, этот брак называется брак ярмо, потому что на самом деле вот этот брак уже не считается браком по сути. Почему? Потому что это уже разрушенные отношения, эти люди стали чужими друг к другу, но остаются вместе. И это тяжело. Сколько сегодня семей вот такого содержания, когда они живут вместе почему-то, но только не потому, что они нужны друг другу. И как им от этого трудно и тяжело, и как они мечтают о чем-то другом, и как они хотели бы встретить какого-то другого человека. Они живут и мучаются, но смиряются с этим и продолжают оставаться вместе, ничего не получая и ничего не даря друг другу. Эта семья неизвестно на что похожа. Если развод это трагедия по силе, то брак ярмо это трагедия во времени. Это люди, которые живут и мучаются. Это неправильный выход из семейных проблем и семейных тупиков. Если проблемы есть, а люди отказались их решать и просто живут вместе как все, вот это очень часто говорят, я живу как все. А как все живут мы с вами знаем. Если люди накопившиеся их проблемы не решают, а откладывают только чтобы не иметь дело со своим супругом, то это неправильный выход из ситуации. Есть третий выход или третий вариант и он является самым верным и самым правильным. Этот выход называется романтическая влюбленность или возвращение любви. Да, проблемы в семье будут в любом случае, но не решать их это не выход. Решать их путем развода это тоже не выход, потому что развод никогда не был решением проблемы. Если вдруг вам покажется, что любви больше нет, что вы устали друг от друга, то выход вот здесь. И сейчас я попробую вам об этом сказать. Начну я с письма Алексея Толстого. Я вам говорил о Льве Толстом, вот еще письмо из, отрывок из письма Алексея Толстого его жене. Вот что он писал своей жене. Я только что приехал в половине четвертого утра и не могу уснуть, не сказав тебе то, что повторяю уже вот 20 лет. Повторяю уже 20 лет. Сколько он в браке на тот момент состоял? Уже 20 лет. Я не могу без тебя жить. Ты мое наивысшее сокровище на земле. И я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет назад. Кровь стынет в жилах, когда я думаю, что могу тебя утратить. И говорю себе, как ужасно, как досадно расставаться. Думая о тебе, в твоем образе, я не вижу ни одной тени, ни единой. Все лишь свет и счастье. Одно дело, когда этот человек, вот это письмо пишет человек в 18-летнем возрасте, когда он влюблен по уши, когда он ничего больше не понимает и не видит. Знаете, влюбленные, они как слепые котята. Одно дело, когда это письмо человек написал в начале своей семейной жизни, своей супруге. Это понять можно. Через этот опыт многие семейные пары проходили. Но он в браке уже 20 лет. И несмотря на то, что 20 лет он был в браке, а это невыдуманная история, я не рассказываю вам каких-то прибауток. Это реальная жизнь человека, известного человека. Писателя Алексея Толстого, которого многие читали, он говорит о том, что любит свою жену так же, как любил в начале. Что было секретом его семейного счастья? Какой выход он для себя избрал? Возвращение любви – это самый правильный путь решения семейных проблем. Хотели бы вы иметь подобные отношения в своей семье, как у Алексея Толстого? Если бы хотели, тогда давайте мы обратимся к вечному источнику Слова Божьего. Слово Божье – христианская Библия, которую читают в церквях, в православных и во многих других. Христианская Библия – это Слово Божье, которое обращено к христианину, от Бога. В Библии написана история сотворения человека. И хотя сегодня к сотворению Божьему наука относится скептически, но, извините меня, с ее теорией эволюции тоже не все благополучно, потому что за более чем полуторавековую историю, 150 лет, как появилась теория Дарвина и теория эволюции, она так и осталась теорией, потому что в ней нет ответов на многие вопросы, которые есть в нашем мире. Как мир произошел? Почему он именно такой? Почему он так сложен? И могло ли это произойти само по себе? В Библии написано о том, что Бог сотворил мир, и в самом начале творения Бог устроил семью для человека. И вот что написано по этому поводу в Священном Писании, книге «Бытие», 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо человеку быть одному». Нехорошо быть одному. Этот принцип заложен был Творцом. Вот почему сегодня людям нехорошо в одиночестве. Потому что Бог так устроил. Бог устроил, чтобы человек не был один. Но на момент, когда Господь говорил эти слова, на этот момент Ева еще не было. И вот что написано по этому поводу в Священном Писании, Бог сотворил Адама и сотворил Еву. И это более правдоподобно выглядит, чем то, что говорит эволюция, когда Адам произошел из камня или от обезьяны. Библейский взгляд более правдоподобный, чем эволюционный. Но не об этом. Когда Бог говорит о том, что нехорошо человеку быть одному, на этот момент Ева еще не было. Соответственно, кому нехорошо было быть одному? О ком здесь идет речь? Здесь идет речь об Адаме, о мужчине. Мы можем этот стих прочитать, перефразировав его. И сказал Господь Бог, «Нехорошо мужчине быть одному». Не кажется ли вам, что в этих словах мы обнаруживаем цель, для которой Господь создал семью? Для которой и мы с вами должны создавать семьи, или если мы уже их создали, мы должны стремиться к достижению этой цели. Какова цель, когда Бог створил человека? Какую цель Он заложил в создании семьи? А цель очевидна. Бог создает семью для того, чтобы человеку, то есть мужчине было как? Чтобы мужчине было хорошо. Уважаемые женщины, уважаемые жены здесь присутствующих. Цель вашей семьи состоит в том, чтобы вашему мужу было как? Чтобы вашему мужу было хорошо. Если вашему мужу будет хорошо, ваша семья будет счастливой. Жена должна сделать все от нее зависящее, чтобы ее мужу было хорошо. Я сейчас не говорю о прихотях, о капризах, о каких-то немыслимых желаниях мужа. Я не говорю о капризах и прихотях. Я говорю о духовных и физических потребностях мужчины. У мужчины есть целый ряд духовных и физических потребностей. У мужчины есть целый ряд потребностей для души и для тела. И жена должна знать эти потребности. И она должна их удовлетворять, чтобы мужу было хорошо. Сегодня в нашем обществе наблюдается страшная проблема, когда женщины стали бояться делать жизнь своим мужьям хорошей. Они говорят примерно так. Ну да, вот это я буду... Как это? Как они говорят? Я буду корячиться. Я буду все для него делать, а он не сядет на шею. И что будет? И ноги свесит, и будет на мне ехать. И начинается борьба, чтобы он ни в коем случае не сел на шею. Жены перестали делать жизнь своих мужей хорошей. Они почему-то начали этого бояться. А ведь это так неправильно. Задача жены сделать все, чтобы мужу было с ней хорошо. Потому что только жена знает, какие потребности есть у ее мужа. Только она, вступив в брак с ним, может сделать его жизнь хорошей. И никто другой. Итак, цель семьи для того, чтобы мужу было хорошо. Но это еще не все. Давайте мы еще раз посмотрим на библейский стих. Бытие 2 глава, 22 стих написано. «И создал Господь Бог жену и привел ее к Адаму». В этом стихе библейском есть вторая цель, для чего нужно создавать семью. Почему появилась Ева? Потому что Бог задумал дать Адаму семью. Потому что Адаму одному было плохо. Ева появилась, потому что Бог хотел подарить Адаму семью. Бог творит Еву, чтобы появилась семья. Но здесь есть и обратная связь. Бог творит семью, чтобы появилась Ева. Здесь нужно немножко напрячься и подумать над тем, что я говорю. Бог создал Еву, чтобы появилась семья для Адама. Правда? Но есть и обратная связь. Бог сотворил семью, чтобы появилась Ева. Бог хотел, чтобы появилась Ева, поэтому Он творит семью. Семья создана для того, чтобы появилась женщина. И я имею в виду сейчас не только человека женского пола. Я имею в виду женщина, как понятие. Муж должен сделать свою жену женщиной. В каком смысле? Он должен сделать все, от него зависящее, чтобы его жена почувствовала себя кем? Кем? Чтобы его жена почувствовала себя женщиной. Женщина – это не просто человек женского рода. Это понятие. И муж должен сделать все от него зависящее, чтобы его жена стала женщиной. Бог создал семью, чтобы появилась женщина. И задача мужа – делать все, чтобы жена чувствовала себя женщиной. Я как-то консультировал еще одну семейную пару, и жена мне рассказала о проблеме, которая была в их семейных отношениях с мужем. Она говорит, мой муж такой ревнивый, он уже не так меня достал, он уже мне проходу не дает и вообще не знает, что с этим делать. Я говорю, а в чем причина его ревности? Она говорит мне, ну, вы знаете, я люблю носить узкие брюки, ну, и свободную такую блузку. Он, когда это видит, все, шалеет сразу. ревнивый и страшно. Я говорю, так если он шалеет от этого, вы зачем так одеваетесь? Можно же как-то по-другому одеваться. Она говорит, знаете, я когда так одеваюсь, и когда я иду по улице, и когда я вижу и ловлю на себе взгляды мужчин, и я чувствую себя женщиной. И когда она мне это сказала, я понял, в чем проблема в этой семье. Проблема в том, что она не чувствует себя женщиной дома. Она не чувствует себя желанной, привлекательной, красивой. Она не чувствует себя дома такой. А если она не чувствует себя такой дома, где она пытается реализовать это желание или эту потребность? Где-то еще. Бог создал семью, чтобы появилась женщина. То есть, Он тем самым дает мужу задачу. Он говорит, твоя задача в том, чтобы твоя жена чувствовала себя женщиной. И тогда тебе будет хорошо. И тогда семья будет счастливой. Как вы думаете, люди должны знать то, что сейчас я говорю? Должны люди знать, зачем семья как таковая? А семья нужна для того, чтобы мужу было хорошо и чтобы жена чувствовала себя женщиной. Об этом в Библии сказано было еще много тысяч лет назад. Но люди разучились. Они отвергли эту святую науку о семье. В заключении нашей сегодняшней лекции, а сегодня была лишь обобщающая лекция, нас ожидает еще шесть конкретных тем, в которых мы попробуем дать слушателю ключи к своему, к их семейному счастью. В заключении мне хочется рассказать одну вымышленную историю. Эта история не была на самом деле. Это притча. Это притча. Эта история не была на самом деле. Итак, эта история рассказывает о том, что был один человек, который очень сильно интересовался вопросом, что ожидает людей после смерти. Сегодня есть разные теории. Кто-то говорит, что человек умер и пошел в рай, кто-то в ад, что в аду вот так люди говорят в огне, в раю наслаждаются райской жизнью. Вот он, это притча, это не было на самом деле. Вот он об этом думал, много книг читал и однажды читая подобную книгу он настолько устал, что не заметил, как уснул. И вот он уснул и снится ему сон, что якобы он попал в ад. И вот он идет по этому аду и никого нет. Он ожидал там котлы со смолой и тому подобное, а никого нет. Идет по аду, когда смотрит, вдалеке стоит стол. Подойдя ближе к этому столу, он увидел, что стол такой огромный-огромный, целый пир на этом столе. А на этом столе всего вкусного, стол ломится от удивительных блюд. Столько всего там на этом столе. Столько всего вкусного, ну просто вообще. И когда он огляделся пошире, он увидел, что вокруг этого стола очень много худых, голодных, изможденных людей, которые так хотели бы поесть с того стола, на котором стоят много разных блюд, но они не могли. Они уже были готовы умереть от голода. они очень голодали, но не могли коснуться или не могли поесть того стола, который перед ними был. И когда он пригляделся еще сильнее или более тщательно, он вдруг увидел, что к рукам этих людей привязаны метровые ложки и вилки. Представляете себе вилка метровая? Какая-то вилы целая. И вот из-за этих метровых приборов они никак не могли попасть себе в рот, никак не могли донести себе в рот то, что было на столе. Никто не запрещал им есть эту пищу, но они не могли, потому что к их рукам были привязаны вот эти приборы. И это был ад, потому что люди умирали от голода в то время, как на столе много было еды. Вдруг во мгновение ока он переместился в другое место, и это место уже было райским местом. Это был рай, и вот он шел по этому раю, и он тоже не видел никого, все было пусто, пока не дошел до такого же стола с такими же явствами. Но вместо изможденных и худых людей он увидел очень радостных, упитанных, как я, людей, которые были в хорошем настроении. и в то же время у них тоже к рукам были привязаны эти ложки и такие же длинные вилки. Но ему стало интересно, почему они счастливые? У них же привязано все это, как есть. И потом он увидел, что эти люди садились друг напротив друга и этими метровыми ложками, кормили друг друга. И тогда он понял, в чем же разница между Раем и Адом. А знаете, в чем разница? Когда человек думает только о себе, когда он думает только о себе, это никогда в его жизни не пройдет без проблем. Когда человек думает только о себе, он не избежит серьезных проблем в своей жизни. Почему? Потому что ему всегда будет мешать что-то думать о себе. что-то будет всегда мешать думать о себе и делать только себе. Как вот эти ложки в аду, они мешали накормить себя, так и в жизни здесь, когда человек думает только о себе, ему всегда будет плохо, потому что ему всегда что-то будет мешать думать о себе и заботиться только о себе. И даже если это близкие люди, он будет готов устранить эту помеху только бы что? Только бы о себе подумать. Когда люди думают о себе, они разрушат не только свою семью, они разрушат все вокруг себя и самих себя в том числе. Решение семейных проблем начинается не с решения своих проблем в браке. Решение семейных проблем начинается с решения проблем нашей семьи, моей семьи, а не с проблем моих собственных, что мне не нравится то, мне не нравится это, у меня плохая жена или плохой муж, надо что-то с ним делать. Не с ним надо что-то делать. А решение семейных проблем начинается не с решения своих проблем, а решение семейных проблем начинается с проблем моей семьи. В заключении последние слова из Священного Писания. В Псалме 126 написано, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Да, делать свою семью счастливой – это непростая работа. Этому нужно учиться. Для этого нужны силы. Нужно знать, как это делать. Если вы не знаете, как это делать, вы можете обратиться к психологу, к семейному психологу, и он вам, наверное, хотя сегодня психология семейная не всегда помогает людям, но если вы обратитесь к психологу, он, наверное, даст вам хороший совет, что и как вам делать в той проблеме, в которой вы оказались. Но психолог никогда не сможет дать вам силы поступить так, как он вам посоветовал. Иногда человек может знать, что ему нужно делать, но не иметь для этого сил, потому что их нет у него. Он уже все растратил. Иногда люди знают, как поступать. Они знают, что нужно простить человека, попытаться понять его, помочь. Они знают это, но сделать это не имеют сил. И вот в этом стихе из Священного Писания, из книги Псалмов, из Псалтыря, здесь написано, если Господь не строит дом, то напрасно трудятся те, которые его строят. Если Господь не созидит семью, то напрасно трудятся те, которые ее пытаются построить счастливой. Психолог может дать тебе совет, как поступить, но он не даст тебе сил так поступать. Ты можешь знать, как поступать, но ты можешь не иметь сил так поступать. А вот, обратившись к Богу, попросив Его о помощи, ты можешь эти силы найти. Поэтому просите, как можете, у Бога помощи, потому что Бог действительно существует. И в самом начале Библии Он сказал, что семья создается для того, чтобы людям было хорошо. Бог хочет, чтобы наши семьи были счастливыми. Мы сами этого хотим, но нам нужна для этого помощь. Итак, брак – это союз мужчины и женщины для достижения духовного единения и обретения счастья в проявлении взаимной любви. Любую семью можно спасти от разрушения, потому что развод – это не решение, а бегство от проблем. Брак – ярмо – это тоже не решение, это трагедия во времени, когда многие годы люди живут и мучаются. Есть выход – это возвращение любви, которая, может быть, была утеряна. А как ее вернуть? А нужно понять, что, чтобы семья была счастливой, мужу должно быть хорошо. Жена должна позаботиться об этом. Чтобы семья была счастливой, муж должен позаботиться о том, чтобы жена чувствовала себя женщиной. Семья – это не место для борьбы и для экспериментов. Семья – это место, где человеку кто-то придаст силы жить, обрести себя, самореализоваться, достичь самой важной жизненной цели. Счастливая семья – это реальность. Я вас в этом уверяю и хочу убедить, потому что это действительно так. Мы с вами закончили первую тему. И хотя в ней не было каких-то конкретных рекомендаций, но она была общим взглядом на проблемы семейных отношений. Самое главное, что сегодня нужно запомнить – это два слова. Мужу должно быть хорошо, а женщина должна почувствовать себя женщиной. И для начала достаточно. В следующую субботу в 17 часов мы с вами встретимся и будем говорить о той роли, которую должен исполнять мужчина в семье. В этих вопросах очень много путаницы в обществе, и это одна из причин, почему семьи не стали счастливыми. Я благодарен вам за внимание и за терпение, что вы терпели меня целый час с лишним. Сейчас желаю вам хороших праздников, хорошего настроения, а главное – мира в доме, чтобы ваш дом был домом мира, а не войны. Всего вам доброго, до свидания. Я вас очень жду в следующую субботу. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я здесь, вы можете их задать. Всего доброго вам, до свидания. Счастливо. 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 Счастливо.